Как по стиральной доске всё? Летом. Как летом? Тоска гнила, это нормальная дна. Поэтому по мосту инвалид Геннадий Максимов старается ходить реже. Хотя ему, как и другим жителям Заречной улицы, села Смоленщина, до магазинов, школы и остановки иркутского автобуса надо всё равно переходить к Урью. Маленькая речушка, да, местного значения. Она поднимается сильно? Поднимается, ещё как поднимается. Если с той стороны топят огороды, здесь хорошо она поднимается. А крюк во вход через автомобильный мост около двух километров. Поэтому местные ходят так и переживают. Ведь держится мостик, только можно сказать на честном слове. И паре опор. А перила? Перила тут шутят жители выполнять декоративную функцию. И об освещении переправы даже не мечтают. Ну, когда по нему идёшь, он шатается, он накренён. Ну, то есть просто страшно, понимаете, честно говоря, с детьми тем более. И в тёмное время суток, например, тоже, ну, жутковато. Я думаю, что просто не нужно ждать, как бы, ну, когда кто-то с него или упадёт, или он, не знаю, повалится совсем, да, или там по воде поплывёт, или ещё что-нибудь с ним случится. То есть зачем ждать, когда кто-то травмируется, да, когда можно это предупредить. Построили мостик ещё в прошлом веке, временно. И потом это стало постоянным. Мы ходили, боялись, ни перила, ничего не было. Перила поставили? Перила поставили. Это уже лет 20, наверное, с лишним прошло. После этого ничего? После этого только подладят так, накроют эти доски и всё. Цена вопроса – миллион рублей. Такую цифру нам назвали в администрации села. Но таких денег в бюджете нет. Да и сам мост не в муниципальной собственности. Но выход, говорят, имеется. Поговорили с местными предпринимателями. Они помогут. Естественно, власти выделят и часть своих средств. Вы последний раз когда на этом мосту были на пешеходах? Буквально позавчера. Что делали? Мы встречались с бригадой, которая будет осуществлять капитальный ремонт. Когда он начнёт? Вопрос поднимался ещё в октябре на заседании Думы. Там было принято решение, что в зимний период, потому что в летний, это невозможно сделать там вода. В февраль-март запланирован капитальный ремонт. Старый мост полностью уберут, восстановят опоры. А новый сделают из металла. Все работы планируют закончить к дню Победы. А пока на остаток зимы по льду проложат небольшие мазки для жителей. Алексей Шипенков, Александр Барановский. Новости сейчас. Новости сейчас.